Праздник на траве. Официальное открытие было назначено на 6 часов вечера, но уже с 4-х центральный стадион был переполнен людьми. Тысячи новоуральцев по доброй традиции собираются на центральном стадионе, чтобы отметить день труда Уральского электрохимического комбината. За моей спиной более 20 интерактивных площадок. Ожидается 6-часовая насыщенная программа. Все для того, чтобы в этот день каждый мог ощутить атмосферу праздника. Приходили целыми семьями. На площадках было представлено многообразие различных мастер-классов и аттракционов. Игровая зона для дошкалят, химические опыты для любителей науки, вернисаж из репродукций картин летней тематики. Экстремалы покоряли скалодромы, спортсмены занимались на тренажерах, а дети прыгали на самых разных батутах. Эмоции зашкаливают, хорошая атмосфера, хорошие люди. Чувство радости, что есть этот комбинат, что создал праздник для жителей города и работников предприятия. Я думаю, что традиция останется и долго еще будет существовать. Пожелаю развития, оптимизации, как они движутся в этом направлении. Праздник прекрасный, погода радует, всей семьей отдыхаем. Мы поздравляем комбинат от всей души, желаем дальнейшего процветания. Спасибо за праздник, ночью очень много для детей аттракционов. Большое спасибо. Чтобы они почаще устраивали такие классные праздники для всех жителей этого города. Здорово, очень классно, прямо атмосфера праздничная. Среди развлечений был и прокат гироскутеров, куда постоянно выстраивалась большая очередь. Для любителей фотографии – специальные фотозоны. Атмосферу праздника также создавали различные музыкальные и танцевальные коллективы. Студия «Дебют», «Грани», «Театр Калибри», экстрадная студия «Акцент» и другие. Были исполнены и сольные номера. Закрывая липу, ты только ночью, да и до тобой. Слышит песни, голос, звонки над кострами на тревогах. Все дороги засветили, это было не весело. Купала, Ивана Купала, 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 Ивана Купала, 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 Купала. Внимание публики привлекли обряды на День Ивана Купалы. Однако главным поводом собраться вместе стал один из любимых летних праздников – День труда Уральского электрохимического комбината. Комбинат – это все в нашей жизни. Это работа, это семья. Комбинат – это 20 лет жизни. Это, в общем-то, судьба моя практически. То есть я в самом этом городе 30 лет живу, уже на комбинате 20 лет работаю. В общем, все связано, так сказать, с этим заводом. Для меня это работа в первую очередь любимая. Высокая зарплата работникам. В джунглях прошел дождь. Хорошей работы, хорошего настроения. Всем комбинатам хотел бы пожелать крепкого здоровья, жизнелюбия. Ну и чтобы они продолжали, так сказать, трудиться на благо нашего города. Хочется, чтобы он процветал. Были рабочие места. И всего самого хорошего всем его трудящимся и городу. Уральский электрохимический комбинат – это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Флагман мирового атомного производства. Предприятие имеет большое значение в истории города. Оно во многом помогало строительству различных объектов. В настоящее время совместно с комбинатом Новоуральск реализует такие программы, как «Делаем для города», «Территория культуры Росатома», «Школа Росатома» и другие разноплановые проекты, в рамках которых проводится множество мероприятий. Мы все понимаем, что предприятие – это не просто здание, сооружение, оборудование какое-то, пусть даже самое современное. Прежде всего, это люди, это работники. А работники Уральского электрохимического комбината всегда отличались и высокой дисциплиной, и самоотверженным трудом своим, и высоким профессионализмом. Поэтому хочу пожелать всем работникам Уральского электрохимического комбината, ветеранам комбината, счастья, здоровья, успехов, всего самого-самого доброго, мирного неба над головой и достатков семей, чтобы все было хорошо. Мы поступательно идем вперед. Наша задача, конечно же, снижение затрат, снижение себестоимости продукции. Сегодня и во всем мире, и в стране в том числе, очень жесткая конкуренция на разного рода рынках. Поэтому, несмотря на то, что комбинат достиг очень высоких показателей с точки зрения и производительности труда, и себестоимости, ни в коем случае нельзя оставиться на достигнутом. То есть только вперед. Всех поздравляю с нашим общим праздником. Это праздник не только предприятий, это праздник города. Мы одна команда, одна семья, поэтому успехов, здоровья, удачи и все самое хорошее. Сотрудники ОХК преданы своей профессии, своему предприятию. Многие из них пришли работать на комбинат сразу после получения образования. Долгие годы на комбинате работает и Михаил Денисов, начальник цеха 54. Это родина, мать родная и так далее. Отец кормящий, как угодно. Я тут живу, это мне больше, чем город. Я даже не знаю, как сказать. Это святое для меня. За комбинат жизнь отдам. От имени одного из цветов городского триколора, как я иногда в шутку говорю, а городской триколор – это городская администрация, комбинат и городская дума. Так вот, от имени депутатского корпуса хочу поздравить всех работников комбината и всех, кого я уже помянул, с праздником труда комбината. Заверяю, что городская власть прекрасно представляет, что именно труд работников комбината обеспечивает комфортное проживание не только работникам комбината, но и всем жителям нашего города. Поэтому большое им за это спасибо. Поздравляю с праздником, желаю счастья, здоровья. По традиции, на дне труда Уральского электрохимического комбината лучшие сотрудники получили заслуженные награды. Награждение проходило в четыре блока. За многолетний и добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие атомной отрасли, сотрудники комбината получили грамоты и благодарственные письма. Путинов Юрий Александрович, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Цепка промышленного блога снабжения Уральского электрохимического комбината. Работники комбината также были отмечены почетными дипломами, выданными приказом президента топливной компании Росатома ТВЭЛ за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие Уральского электрохимического комбината. Для меня, да, это самая высшая пока награда. Ну, я очень рад. Спасибо комбинату. Самые преданные сотрудники УХК получили почетные грамоты и благодарственные письма за долголетний добросовестный труд и достижение высоких показателей в работе. Работаю экономистом с 2010 года. Комбинат – все для меня. Комфортно. Коллектив отличный. Все замечательно. Награду первый раз получаю. Благодарственное письмо. Очень приятно. Не ожидала. Около 35 спортивных мероприятий ежегодно проводятся для сотрудников комбината. Более 200 человек сдали нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 1200 спортсменов предприятия приняли участие в 51-й спартакеаде УХК. 8 месяцев, 12 видов спорта, 16 команд. В итоге – отличные результаты. Первое место. Объединенная команда цеха 87 и цеха 101 Уральского электрохимического комбината. «Лучшая мужская команда спартакеады трудящихся у УХК. Аплодисменты!» «Такой праздник прекрасный, где, наверное, полгорода собралось. Значит, людям нравится этот праздник. Я думаю, что всем всегда должно быть хорошо, хотя бы в этот день. Ну, даже не хотя бы день. Постоянно должно быть хорошо в нашем городе. Вне зависимости от проблем, от всего-то еще. И профсоюз, он занимается тем, чтобы людям было легче в жизни и чтобы светлее. И одна из частичек нашей души профсоюзной – это вот этот праздник. Праздником всех». Отдел по связям с общественностью УРХК подвел итоги конкурса стихотворных произведений о культуре безопасности на рабочем месте. Их представили 16 авторов разных специальностей. Среди них и геодезист, и инженер, а также ведущие специалисты. «Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо большое». «На втором месте Марина Бунтовский, инженер энергетики, служба главного энергетика музыка. Пройдем к нам. Аплодисменты, друзья!» «Да, спасибо, спасибо, да». Финишировал городской конкурс логотипов к 65-летию Новоуральска и 70-летию УРХК. Эти круглые даты будут отмечаться в следующем году. В числе победителей – новоуральская компания «Принт-сервис», рекламная группа «Осьминог» и рекламное агентство «Прагматика» из Екатеринбурга. Логотипы украсят юбилейную компанию 2019. Сюрпризом для новоуральцев стало выступление Евгении Благовой. В 2014 году она прошла в четверть финала шоу «Голос». Сейчас Евгения живет в Москве. А много лет назад свои первые вокальные успехи девушка показывала в родном городе – в Доме культуры УРХК. «Мне кажется, наш город становится все лучше и лучше. И я искренне желаю всем людям этого города любить этот город, потому что он неповторим, это правда. Я видела много городов. Я искренне поздравляю всех людей, которые сегодня получили награды. Это очень ценно, это очень важно. И очень ценно видеть детей, очень ценно видеть, ну вообще очень разношерстную кублику. Я здесь дома». Творческой деятельностью увлечены не только профессионалы своего дела. Три месяца назад стартовал совместный проект под названием «Танцующая корпорация» Дома культуры Новоуральский и Уральского электрохимического комбината. Его участниками стали более 60 сотрудников УРХК. С ними работали приглашенные хореографы из Екатеринбурга – Дмитрий Статных и Анна Белых. За это время они поставили три номера в популярном танцевальном стиле бачата. «Танцующая корпорация» Бачата – чувственный танец, где важны эмоции. Многие участники приходили на занятия с семьями, а некоторые находили партнера на репетициях. Вечерние тренировки проходили несколько раз в неделю. За это время участники проекта вместе с наставниками прошли интересный творческий путь и создали дружную команду. За свой труд они получили памятные награды. Но самое главное – эти три месяца подарили участникам проекта море положительных эмоций. «Я впервые танцую на сцене. Для меня это новое, вообще новое. И я очень довольна. И замечательные тренеры Димочка и Аня, они нас многом научили». «Все действительно объединились. Мы практически все из разных подразделений. И в силу вот этих вот всяких разных моментов, которые были немножко и трудные, и сложные, где-то иногда не хотелось, потому что все тренировки происходили после работы. И мы, конечно, всегда приходили и избавлялись от каких-то трудностей. Мы оставляли их за дверями ДК. Очень были всегда рады друг друга увидеть, друг друга. И в конце концов все-таки сдружились». «Класс – особенная атмосфера. Какая-то, видимо, в организации. Царит атмосфера очень дружеская, очень веселая, очень уютная». «Наполненная позитивными эмоциями, которая прямо наполняла каждое занятие. Вот. И сейчас, когда мы увидели тот результат, который ребята показали в итоге, мы просто в восторге. Мы счастливы. Да. Они огромные молодцы. Просто проделать такую работу, занимаясь вот три месяца. Но они три месяца, они пролетели просто моментально. Вот. Мы настолько сблизились с ребятами. Просто они настолько родные уже для нас. Прям думать. Расставаться не хочется. Да, очень не хочется. К концу вечера танцевали все, кто пришел на праздник. В течение часа проходила битва диджеев. А сразу после на сцене появилась кавер-группа из Екатеринбурга «Фанни Каплан». Музыканты исполнили знаменитые песни известных исполнителей. Но на этом сюрпризы не закончились. Поздравить Новоуральск приехала группа «Яхонтовый ларь» из Челябинска. «Мы группа «Яхонтовый ларь». Ну, я сейчас в данный момент, конечно, один. Но вот ребята уже готовятся к выходу на сцену. Поэтому я и от себя лично, и от всего коллектива поздравляю горожан с замечательным праздником труда. Естественно, желаю, чтобы город Росп процветал, чтобы люди оставались такие же добрые, хорошие, красивые. Мы здесь уже не первый раз, поэтому мы знаем публику. Замечательный народ. С праздником вас, друзья! День труда УХК во все времена остается значимым праздником для всего города. В следующем году будут отмечаться сразу две юбилейные даты – 65-летие Новоуральска и 70-летие УХК. А пока самое время насладиться приятными моментами, которые дарили все, кто сделал этот теплый день незабываемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова